«Веди в нас воность!» Шестьдесят семь. Человек по природе имеет предначинание, и его-то взыскует Бог. И поэтому повелеваю, чтобы человек сперва понял, поняв, возлюбил и предначал волею. А чтобы мысль привести в действие, или перенести труд, или совершить дело сие, благодать Господня дает вас желавшему и уверовавшему. Посему воля человеческая есть как бы существенные условия. Если нет воли, сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе своей. Посему совершение дела духом зависит от воли человека. Опять, если даем мы полную свою волю, то нам все дело приписывает чудный, во всем и совершенно недомыслимый Бог. Как кровоточивая жена, хотя не могла исцелиться и оставалась язвенной, а однако же имела ноги, чтобы прийти к Господу, и пришедший получить исцеление. Подобным образом и он и слепой, хотя не мог прийти и приступить к Господу, потому что не видел, однако же послал голос, потехший быстрее вестников, «Сын Давидов, помилуй меня!» Таким образом, у веров получил исцеление, когда Господь пришел к нему и дал ему прозрение. Так и душа, хотя изъязвлена язвами постыдных страстей, хотя ослеплена греховной тьмою, однако же имеет дело волю возопить к Иисусу и призывать Его, чтобы пришел Он и сотворил в душе вечное избавление. Как он и слепой, если бы милозапил, и та кровотопива, если бы не пришла к Господу, не получили бы исцеление. Так если кто не приступит к Господу по собственной воле и от всего произволения не будет умолять Его, с несомненностью веры, то не получит он исцеление. Ибо почему они точно были исцелены, а мы еще не врачевались от тайных страстей? За неверие наше, за разномыслие наше, за то, что не любим Его от всего сердца и не веруем в Него искренне, еще не получили мы духовного исцеления и спасения. Посему веруем в Него и истинно приступим к Нему, чтобы Он вскоре совершил в нас истинную целебность, ибо обетовал дать Духа Святого просящему Него, отверть в звери ударяющим Него и обрестись ищущим Его. И Он не ложен. Все, что обетовал, даст. Хотя младенец ничего не в силах делать или не может на своих ногах идти к матери, однако же Он, ища матери, движется, кричит, плачет, и Мать сжаливается над Ним. Она рада, что Дитя с усилием и воплим ищет ее. И поскольку младенец не может идти за Ней, то сама Мать, преодолеваемая любовью к младенцу, за долгое его искание подходит к Нему и с великой нежностью берет, ласкает, кормит Его. Тоже делает и человека любивый Бог с душою, который приходит и взыскует Его. Но гораздо еще более побуждаемый свойственной Ему любовью и собственной своей благостью, прилепляется Он к разумной душе и по апостольскому слову делается с нею один дух. 1 Коринфянам 6,17 Господь милосердствует и долготерпит, ожидая нашего обращения. И если грешим, переносит сие в чаяние нашего покаяния. И если падаем, не стыдится принимать нас снова, как сказал пророк. Разве падающий не восстает или отступающий не возвращается, Иеремия 8,17 Мы только отрезвимся, приобретя благую мысль, скорее и правым образом к Нему обратимся, взыскав Его помощи, а Он готов спасти нас, потому что ожидает горячего, по мере сил наших устремления к Нему, воли нашей, благой от произволения веры и усердия. Всякое же приспияние производит в нас Сам. Почему, совлекшись всякого предубеждения, нерадения и облинения, постараемся соделаться мужественными и готовыми идти вслед Его, не будем откладывать этого день за день, увлекаемое к тому пороком, ибо не знаем, когда будет исшествие наше из плоти. Так образуется желание, 72. Человека во греке находящегося Богу угодно снова ввести в жизнь, и Он увещевает его, чтобы восплакал и покаялся. И если человек продолжает это делать, оплакивать себя, то, кающегося в давних своих прегрешениях, Бог убеждает снова плакать и приносить покаяние, чтобы всю жизнь в подробностях оплакивать. Когда по домостроительству Божию бываешь в скорбях, страданиях, в язвах, тогда, что почиваешь, почитаешь для себя противным, то это самое служит к пользе души твоей. Если встречает тебя несчастье, то начинаешь рассуждать сам с собою. Несчастлив я в мире. Пойду, отрекусь от мира, буду служить Богу. Случится, что дошедший до этой мысли слышишь заповедь, продай имение твое, возненавидь плоское общение и служи Богу. Тогда начинаешь благодарить за свое несчастье в мире, за то, что по этому поводу оказываешься послушным христовой заповеди. Наконец, если изменил ты мысль твою отчасти в отношении к видимому и удалился от мира и от плоского общения, то надлежит тебе также измениться и в уме. Плоское мудрование переменить в мудрование небесное. Тогда начинаешь рассуждать о той же слышанной тобой заповеди и не имеешь еще покоя, а принимаешь только на себя попечение и труд приобрести то, о чем слышал. Как был уловлен Богом святой Павел? Как мятежник, захватив кого-нибудь в плен, уводит к себе, а потом сам уловляется истинным царем? Так и Павел. Когда действовал в нем мятежнический дух греха, гнал и расхищал церковь, но поскольку делал это по неведению, не испротивлению Богу, но как бы подвязаясь за истину, то и не презрел, но уловил его Господь. Небесный и истинный царь, неизвеченно облистав его, подобил слышать свой голос и ударив в лицо, как раба, даровал ему свободу. Видишь владычную благость, и то, как души, прилепившиеся к пороху и ожесточенные, Господь может в одно мгновение времени изменить и сообщить им свою благость и мир. Как царь, написав послание к тем, кому хочет дать грамоты и дары свои, дает всем знать, старайтесь скорее прийти ко мне и получить от меня царские дары. Если не придут и не получат, то не принесет им пользу чтение послания. Скорее же сделаются они пожинными смерти за то, что не захотели прийти, и из царских рук подобятся чести. Так и Божественное Писание царь, Бог, как послание предложил людям, объявляя ими, чтобы вызывавшие к Богу и веровавшие просили и получили небесный дар от ипостася Божества Его. Ибо написано, да будем причастниками Божеского естества. 2 Петра 1,4 Если же человек не приходит, не просит, не приемлет, то не будет ему в пользу от чтения Писаний, а напротив того, соделывается он по винным смерти за то, что не восхотел от небесного царя принять дар жизни, без которого невозможно улучшить бессмертную жизнь. Человек не тотчас, как услышит Божье Слово, делается уже достойным благой части, утверждая противное, отнимая, что у человека воля и отрицаешь бытие сопротивной силы, противоборствующей уму. Мы же говорим, что слушающий Слово приходит в сокрушение и потом начинает упражняться и поучаяться в бране. Борется, подвизается против сатаны и после долгого состязания и борения одерживает победу и делается христианином. Решается, то есть, быть строгим последователем Христовым. 77 Вникни в умную сущность души и вникни не слегка. Бессмертная душа есть драгоценный некий сосуд. Смотри, как велико небо и земля. И не о них благоволит Бог, а только о тебе. Возри на свое благородство и достоинство, потому что не ангелов послал, но сам Господь пришел ходатаем за тебя, чтобы воззвать погибшего, изъязвенного, возвратить к тебе первоначальный образ чистого Адама. Сам Бог пришел вступиться за тебя и избавить тебя от смерти. Стань же твердо и представь себе, какое о тебе промышление. Представь себе, что царь, нашедший какую-нибудь бедную отроковицу, одетую в рубище, не постыдился, но снял с нее нечистые одежды, омыл ее черноту, украсил ее светлыми ризами, садял царскую сообщницей и участницей в трапезе и пившисти царством. Так и Господь обрел душу уязвленную и сокрушенную, дали врачество, совлек с нее очерненные одежды и срамоту порока, облег ее в ризы царские, небесные, божественные, светоносные и славные, возложил на нее венец и приобщил ее к царской трапезе на радость и веселье. Поэтому христианство не есть что-нибудь маловажное, оно великая тайна. Познай же свое благородство, а именно, что призван ты в царское достоинство, что ты род избранный, священство, народ, взятый в удел. Тайна христианства необычайна для мира сего. Видимое слава и богатство царя суть нечто земное, тленное, приходящее, а то царство и то богатство божественные, небесные, славные, никогда не приходят или никогда не прекращаются. Ибо в небесной церкви избранные души соцарствуют с небесным царем, и как сам он перворожден из мертвых, так и соцарствующие с ним первородны. Великие неизреченные обетования христианам и в такой мере велики, что с верой и богатством одной души не идут даже в сравнение вся слава и красота неба и земли и прочие их украшения, разнообразия, богатство, красота и наслаждение видимым. И так при стольких побуждениях и обетованиях Господних как же не пожелать нам всецело приступить к Господу и ему посвятить себя самих, отрекшись сверх всего прочего по Евангелию и души своей, как не возлюбить его единого, не любя притом ничего иного. Вот все это даровано нам и какая еще слава! Сколько Господних о нас смотрений со времени отцов и пророков! Сколько возвещено обетований! Сколько побуждений! Какое благосердие владыки было к нам от начала! Напоследок же в пришествии свое неизреченную к нам благость доказал он распятие. чтобы нас обратившихся ввести в жизнь. А мы не расстаемся еще со своими изволениями, с любовью к миру, с худыми побуждениями, навыками и через это оказываемся маловерными или неверными. Однако же вот и при всем этом Господь прибывает к нам милости, невидимо охраняя и упокоивая нас, до конца не предавая нас по грехам нашим пороку и обольщению мира по великой благости и долготерпению, не попуская нам погибнуть. Имея еще в виду, что обратимся к нему когда-нибудь. Что значит слова, которых око не видело, ухо не слышало, на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его? В то время великие праведники цари и пророки знали, что придет избавитель, но не знали и не слыхали и на сердце им не расходило, что он пострадает и будет распятый, что прольется кровь на кресте, что будет крещение огнем и святым духом, что в церкви будут приносимы хлеб и вино вместо образной его плоти и крови, что, причащаясь видимого хлеба духовно, будут кушать плоть Господню, что апостолы и христиане примут утешителя и облекутся силой свыше, подобятся единению с Духом Святым. Всего не знали пророки и цари, всей на сердце им не приходило. Поскольку же такие уготованы нам благо, такие даны обетования и такое было к нам благоволение Господа, то не вознеродим и не замедлим поспешить к жизни вечной и всецело посвятить себя на благоугождение Господу. 83. Слышь о достоинстве души и о том, как драгоценна эта умная сущность. Понимаешь ли, что небо и земля мимо пройдут, а ты призван к сыноположению, к братству, в невесте Христу. В видимом мире все же Нихова принадлежит и невесте. Так все Господне веряется тебе. Ибо для доходотайства о тебе сам Он пришел, чтобы воззвать тебя. А ты ничего себе не представляешь и не разумеешь своего благородства. Поэтому справедливо духовный муж оплакивает падение твое, говоря, человек, который в чести неразумен, подобен котам. Возведешь ли оси к солнцу, найдешь покруг солнечный на небе, свежие лучи его не сходят на землю, и вся сила света и блистательность его стремятся к земле. Так и Господь. Сидит одеснули Отца превыше всякого начала и власти, но око его устремлено на сердца людей, пребывающих на земле, чтобы ожидающих от него помощи вознести туда, где сам пребывает. Ибо говорит, где я, там и слуга мой пребудет. Но бессловесные животные много смысленнее нас, потому что каждая из них соединяется с собственной своей природой и породой, дикие с дикими, овцы та же со своим родом, а ты не возвращаешься к небесному своему родству, то есть Господу, но помыслами своими соглашаешься и склоняешься на помыслы злобы, делаясь помощником греху, заодно с ним воюя против тебя, себя, и таким образом предавая себя пищу врагу, подобно тому, как пожирается птица, пойманная орлом, или овца волком, или как умирает дитя, протянувшее руку свою змеей и уязвленное ею. Душа тому принадлежит, с кем в общении и единении она своим нехотениями. Поэтому, или имея в себе Божий свет и в нем живя и украшаясь всякими добродетелями, причастная она свету упокоения, или, имея в себе греховную тьму, подлежит осуждению. Душа, желающая жить у Бога, в вечном упокоении и свете, должна умереть для прежней лукавой тьмы, представить все живыну и жизнь для божественного воспитания. Слышая это, обрати внимание на себя самого, произошло ли это в тебе? И если нет, то должно тебе скорбеть, плакать и болезновать непрестанно. Как мертвый еще для царства, вызывай-ка Господу и проси с верой, чтобы тебе вподобиться истинной жизни. Бог, сотворив тело это, не из своего естества, не из тела дал ему заимствовать себе жизнь, пищу, питье, одеяние, обувь, а напротив сотворив тело само по себе на гимн, устроил, что все необходимое для жизни заимствуется со вне и невозможно телу жить без того, что вне его существует, то есть без пищи, без питья, без одежды. Если же ограничивается оно тем, что в естестве его не заимствует ничего от вне, то разрушается гибель. Таким же образом и душа, не имеющая в себе Божье Света, сотворенное же по образу Божию, ибо так домостроительствовал и благоволил Бог, чтобы имела она вечную жизнь, не собственного своего естества, но от Божества его, от собственного Духа его, от собственного света его восприемлет духовную пищу и духовное питье, и небесные одеяния, что и составляет истинную жизнь души. Как в теле, подсказанном перед всем, жизнь не от него самого, но от того, что вне его, то есть от земли, и без существующего вне его невозможно ему жить. Так, если душа еще ныне не возродится, волную землю живых и не будет там духовно питаться и духовно возрастать, преуспевая пред Господом, и не облечет ее Божество в неизреченные ризы небесной красоты, то без той пищи невозможно ей самой собой жить в усложжении и упоконении. Наставление Макария Великого, пассета первая, пункт 86, Наставление Макария Египетского, часть вторая, пункт 86, Ибо естество Божие имеет и хлеб жизни, того, кто сказал, Я есть хлеб жизни, Иоанна 6, 35, и воду жизни, вино, веселящее сердце человека, Солом 103, 15, И Илей радости, и многообразную пищу небесного духа, и светоносные небесные одежды, даруемые Богом. В этом и состоит небесная жизнь души. Горе телу, когда оно останавливается на своей природе, потому что разрушается и умирает. Горе и душе, если останавливается на своей только природе, не имея общения с Божественным Духом, потому что умирает снисподобившись вечной Божественной жизни. Как отчаивается в больных, когда тело их не может уже принимать пищи, и плачет о них все близкие друзья, родные и любимые ими, так Бог и святые ангелы достойными слез признают те души, которые не вкушают небесной пищи Духа и не живут в нетлении. Итак, если внутренний твой человек опытно и несомненно изъявил все сие, то вот живешь ты подлинно вечной жизнью, и душа твоя даже ныне упокоивается с Господом, вот действительно приобрел и принял ты сие от Господа, чтобы жить тебе истинной жизнью. Если же не сознаешь в себе ничего такого, то плачь, скорби и сетуй, потому что до ныне не приобрел еще ты вечного духовного богатства, до ныне не принял еще истинной жизни. Поэтому сокрушайся о нищете своей, день и ночь умоляя Господа, потому что находишься в страшном греховном обнищании. И о, если бы приобрел то, хотя скорбь сию о нищете своей, о, если бы не проводили мы время в беспечности, как присыщенные, кто скорбит и ищет и неотступно просит Господа, то скорее получит избавление и небесное богатство, как сказал Господь, заключая слово о неправедном судье и о вдовице, то кальми пачи Бог сотворит отмщение вопиющем к нему день и ночь. Истинно говорю вам, сотворит отмщение им вскоре. Все пришествие Господне было для человека, лежащего мертвым во гробе тьмы и греха, нечистого духа и лукавых сил, чтобы Господу ныне в веки всем воскресить и оживотворить всего человека, очистить его от всякой черноты, просветить светом лица, светом своим и облечь свои небесные ризы божества. Воскресение же тел, которых души предварительно воскресли и прославились, прославятся и тела сии, и просветятся душой ныне еще просвещенную и прославленную. Облекутся в жилище нерукотворенное, небесное, славу божественного света. Видишь, как проявление славы Божией невыразимы и непостижимы. Невозможно выразить или описать неизмеримое, беспредельное, непостижимое богатство христиан, посему со всяким чтением должно приступить к христианскому подвигу и приять он ее богатство. Потому что наследие и часть христиан есть сам Бог. Ибо сказал, Господь часть застояния моего и чаши моей. Как мясо без соли загнивает, наполняется великим зловонием, и по причине несносного смрада все отвращаются от него. И в загнившем мясе присмыкаются черви, находят там себе пищу, поедают его, и гнезятся в нем. Но коль скоро посыпана соль, питавшиеся мясом черви истребляются и гибнут. Зловонный запах прекращается, потому что соли свойственно истреблять червей, уничтожать зловоние. Таким же образом и всякая душа, не осоленная Святым Духом, непричастная небесной соли, то есть Божьей силы, загнивает и наполняется великим зловонием лукавых помыслов. Почему лицо Божие отвращается от страшного смрада суетных помыслов тьмы и страстей живущих в такой душе, движутся в ней злые и страшные черви, то есть лукавые духи и темные силы питаются, гнездятся, присмыкаются там, поедают и расплевают ее. Ибо сказано «Восмердели и возгноились раны мои, но как скоро душа прибегает к Богу, уверует и спросит себе соль жизни, благого и человеколюбивого духа, снишедшая небесная соль истребляет в ней страшных червей, уничтожает вредное зловоние и очищает душу действием силы своей. А таким образом, когда истинная соль соделает ее здравой и невредимой, снова вводится на употребление и служение небесному владыке. Поэтому и в законе во значении сего Бог повелел всякую жертву осолять солью. Как в видимом мире, кто обнажен, тот терпит великий стыд и бесчестие, и друзья отвращаются от друзей, и родные от своих, если они обнажены, и дети, увидев отца обнаженным, отвратили взоры свои, чтобы не смотреть на обнаженное тело отца, подошли спять зряще и покрыли его, отвращая взоры свои. Бытие 9.23 Так и Бог отвращается от душ, которые не обличены с полным удостоверением в ризу духа, силе и истине не облеклись в Господа Иисуса Христа. Самый первый человек, увидев себя нагим, устыдился. Столько бесчестия в ноготе. Если же эти лесные ногота подвергают такому стыду, то кальми паче большим покрывается стыдом и бесчестием страстей та душа, которая обнажена от божественной силы, не имеет на себе и не обличена по всей истине в неизреченную, нетленную духовную ризу самого Господа Иисуса Христа. И всякий, кто обнажен от оной божественной славы, столько же должен стыдиться себя самого и сознавать бесчестие свое, сколько устудился Адам, будучи наг телесно. И хотя сделал он себе одеяние смоковных листьев, однако же носил стыд, сознавая свою нищету и наготу. Посему такая душа да просит у Христа, дающего ризу и облекающего славой в незреченном свете, и да не делает себе одеяние из суетных помыслов, и да не думает, обращаясь собственной праведностью, что есть у ней риза спасения. Как дом, в котором присутствует сам владетель, бывает полон всякого убранства, красоты и благолепия, так и душа, которая у себя имеет владыку своего, и в которой пребывает он, исполняется всякой красоты и благолепия, потому что Господь с духовными его сокровищами есть обитатель ее, и браздо держит. Но горе тому дому, у которого владетель в отсутствии и в котором нет господина, потому что он разрушает, запустевает и делается полным всякой нечистоты и неустройства. Там, по слову пророка, поселяются различные недобрые животные, потому что в опустевшем доме находят себе место дикие кошки, собаки и всякая нечистота. Исайя 13, 21. Горе душе, которая не восстает от тяжкого своего падения, внутри себя имеет убеждающих и понуждающих ее, пребывать во вражде с женихом своим и намеревающихся растлить мысль ее, отвратив от Христа. боюсь, 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 на нас, которые живем всем пренебрегая и водимся предрассудками, не исполнилось со времени апостольское изречение, а именно, или не родите о богатстве благости его и кротости долготерпения, не зная, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Если же при долготерпении благости и кротости его приумножим еще число грехов и своим нерадением и пренебрежением мы готовим себе стихчайшее осуждение, то исполнится на нас апостольское слово. По шестакосердию своему нераскаянному сердцу собираешь в себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия. Римлянам 2.5 Ибо великая неисповедима благость Божия, невыразимо Божие долготерпение к человеческому роду, если только пожелаем мы отрезвиться и постараемся всецело обратиться к Богу, чтобы возможно нам было улучшить спасение. А если угодно познать тебе Божие долготерпение и великую благость Божию, то можем научиться этому из Богодухновенных Писаний. Посмотри на израильтян, от которых отцы, которым определены были обетования и от них Христос, сущий по плоти над всем Бог, их служение и завет Риминам 9, как много они решили, сколько раз совращались и Бог оставлял их не в конец, но на короткое время и же пользы, предавал их наказанием, скорби желая с них чести и жестокосердия, обращал, побуждал их, посылал к ним пророков и сколько времени был долготерпелив к ним, когда они согрешали и оскорбляли его. Обращающихся принимал с радостью и когда снова совращались не оставлял, но через пророков призывал к обращению, хотя многократно уклонялись от него и обращались к нему, всякий раз встречал благоволительно, принимал человека любиво, пока не впали на последок великий грех, возложив руки на собственного своего владыку, которого по преданию отцов и святых пророков ожидали себе искупителем, спасителем, царем и пророком, ибо когда пришел не приняли его, но даже еще подвергнув великому поруганию, напоследок предали на кресте смертной казни, и с великим оскорблением и чрезмерным преступлением, приумножившись грехи дошли до полноты, потому в конец уже оставлены они по удалению от них святого духа, когда раздралась царковная завеса, поэтому и храм их предан и язычникам разрушен и приведен запустение по определению Господа, что не оставлюсь здесь камни на камне, а коли все разрушится, и таким образом решительно предан они язычникам, и по всей земле рассеяны пленившими их тогда царями и повелено им уже не возвращаться в страну свою. 95. Так и ныне милостивые благие каждому из нас Бог являет свое долготерпение, хотя многократно видит от каждого оскорбления, но безмолвствует, ожидая, не отрезвится ли человек со временем и не переменится ли, чтобы больше уже не оскорблять его, и с великой любовью и радостью принимает обращающегося от греха. Ибо так говорит, радость бывает об одном грешнике кающемся, и еще, и нет воли Отца Небесного, что погиб кто один из малых стих, наименьших. Но если кто при великом к нему милосердии и долготерпении Божьем, когда Бог не подвергает его наказание за каждое греховное преткновение, тайное или явное, но видя оное, безмолвствует, как бы ожидая покаяния, сам дошедший до великого небрежения начинает прилагать грехи ко грехам, присовокуплять беспечность к беспечности, на одном пригрешении созидать другое и исполнить меру грехов, то впадает уже наконец в такой грех, из которого не может восстать, но сокрушается, и предавшись лукавому, погибает в конец. Так было с садомлянами. Много грешили и не обращались напоследок с злым умышлением против ангелов. Они в такой впали грех, что не стало уже места и покаяния, но отвержены были они в конец, потому что исполнили и даже превзошли меру грехов. И потому по Божьей суду, попаленной огнем, так было приное, многократно падая, не принося в том покаянии. Люди простерлись до таких грехов, что расплили наконец всю землю. Так и к египтянам, которые много оскорбляли Бога и согрешали против народа Его, Бог был еще милостив, не налагал на них таких казней, чтобы в конец истребить их, а только в научение, чтобы побудить к обращению и покаянию, наносим им легкие удары, являя свое долготерпение, ожидая их покаяния. Но они во многом согрешились перед Божьим народом, то обращаясь, то опять в том раскаиваясь, утвердившись в древнем неверии злого произволения, а обременив народ Божий работами. Напоследок, когда Бог через Моисея при множестве чудес извел народ из Египта, учинили великий грех, погнавшись вслед за народом Божиим. Почему Божественный суд наконец истребил и погубил и потопил их в водах, признав недостойными видимой жизни?